Роблокс это платформа игровая, чтобы играть, веселиться с друзьями и так далее. Но, есть одно большое но, но Роблокс само собой хранит тайны, как и другие игры. Значит что случилось? Он значит туда пошел. После того, как он туда пошел, значит он увидел такое невероятное, что... То, что мы сегодня и обсудим. Как я и уже и говорил, Роблокс это такая игровая платформочка, на которой можно играть, веселиться и т.д. Ну, в общем, сегодня мы поговорим о мифах. В общем, мифы, мифы, мифология. Первый, наверное, самый странный миф это Джейн Доу и Джон Доу, да. Эти игроки были созданы тестовыми, как тестовые аккаунты, разработчиками. И, в общем, когда они были заброшены из-за ненадобности, какой-то хакер в 2016 году зашел на их аккаунты. И взломал всех просто так. Да, так бывает в жизни, вы что не знали? Вообще загадка Джона Доу и Джейн Доу так и не раскрыта. Ведь, по идее, Джон Доу говорят, что он взломает всех 18 марта, но... Взлома так и не было. Ну, помимо 18 марта 2016 года. Я сегодня в видео особо о мифах всех рассказывать подробно не буду. Ведь, как бы, это только начало. Зелтрик. Сатанист, короче, который просто решил продвигать сатанизм в игре и за это получил, знаете что? Бан. Потому что сатанистов Роблокс недолюбливает. Хоть их там куча. Ну, ладно. И поэтому его забанили. Но потом появились другие аккаунты. Там Зелтрик мертвый, Зелтрик бог. Господи, о мой бог, что это такое? Ну, и так Зелтрик через определенное количество банов все это закончилось. Но тайна Зелтрика до сих пор не разгадана. А что такое, наверное, одно из популярнейших тайн? А именно об убежище 8166. Кто вы хотя бы раз о нем слышали? Это говорят, это убежище, это секретное убежище хакеров. Где они проводят в Роблоксе какие-то спрохи, эксперименты. Ну, и в общем, после такого убежище быстро забанили, когда узнали о нем. Но созданы были много копий, которые, собственно говоря, до сих пор есть в интернете. Но не факт, что они настоящие. А настоящего убежища, фу, его все профукли, его больше нет. Ну, было много тайн, но еще есть тайна о Мелвине. Мелвин это мальчик, который играл в Роблокс, но он заболел раком и умер. Загадочно, правда? По идее, говорят, ходят слухи, что есть такой хоррор-плейс, ведь игроки создали его. И одному игроку выпадает шанс попасть в него и получить шапку Мелвина, которая есть только у этого мальчика, соответственно. Этот миф до сих пор еще не разгадан, но и не доказано, что вообще можно получить эту шапку Мелвина. Но я верю, что этот миф реален. Госс, один из самых популярнейших мифов. Этот игрок, как бы, как безобидный, обычный старый олд, но его выделял лишь одна черта. Он делал все. Он сделал скин, как в реальности. Плейс, в котором показал свой реальный дом, соответственно. То есть он хотел перенести реальную жизнь в игру? Да уж, странно. Но в его игре столько загадок, столько загадок, в следующем ролике я расскажу. К сожалению, Госс сейчас не такой, как раньше. Но все равно я верю, что когда-нибудь мы разберем его тайну поподробнее. Ну а сейчас хотел бы рассказать миф. Знаете о ком? А 1х1х1. Об этом происшествии помнят много олдов из 2006-х годов. 16, ну, в общем, олды. И это было очень плохое время. Когда группа игроков из 4-х человек, или 5-ти даже, взломала роблокс. Но как совпадение, 2 из них попало в аварию и погибло. А еще 2 тоже попало в аварию. А последний решил просто сделать 3 темы на разговоры на эту тему. Что-то я как-то загнул линию. В общем, 3 темы и просто потом замолчал. Вот так бывает. Ну, сейчас 1х1х1 уже не так расследуют. Но все равно до сих пор загадка. По каким намерениям и зачем они взломали роблокс? Ну, а пока желаю всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Все такое ставьте лайки. Ну, это понятно. Ну, и, соответственно, всем пока.